20 тысяч человек из 140 государств собрались на юге Франции, где открылся Всемирный водный форум. По данным ООН, каждый десятый житель нашей планеты страдает из-за нехватки чистой воды. Сегодня на форуме часто звучало имя Рэйчел, 9-летней школьницы из США, которая погибла в автоаварии. Благодаря этой девочке помощь получили тысячи людей, умирающих от жажды и эпидемий. Репортаж Анна Нельсон. На этих фотографиях Рэйчел. Ей почти 9 лет и у нее есть мечта. Отметить свой 9-й день рождения, как никогда прежде. Случилось так, что в ее город Сиэтл приехал с лекции руководитель благотворительной организации. Он стоял на сцене и рассказывал, как его организация борется с нехваткой чистой воды в беднейших странах. А где-то в темноте зала сидела потрясенная Рэйчел. Она впервые в жизни видела кадры, на которых сотни истощенных людей пили воду из луж и болот, с червяками и грязью. Она узнала, что 4,5 тысячи детей умирают ежедневно от страшных болезней, только из-за этой воды. Все равно, что каждый день разбивались бы 10 огромных самолетов, наполненных мальчиками и девочками. Рэйчел решает спасать их. Один из способов спасения, который придумала наша организация, это дарить деньги на день рождения. То есть вместо дня рождения, которые мы обычно устраиваем в честь самих себя, мы предлагаем устраивать их в честь других. При помощи мамы на сайте благотворительной организации Рэйчел создала свою страницу, где просила всех, кто ее знает, не дарить ей на день рождения кукол и платьев, а пожертвовать деньги во имя спасения детей. Ей хотелось собрать 300 долларов, чтобы 15 человек смогли получить доступ к чистой воде. Но подаренной суммы хватило только на 11. Рэйчел ужасно расстроена. День рождения прошел, ее страница закрыта. Через несколько недель Америку облетает новость. На шоссе в Сиэтле столкнулись 20 автомобилей. В одном из них находилась Рэйчел с семьей. Я подошел к матери. Она, конечно, в истерике. Что-то с детьми. Десятки людей, попавших в эту катастрофу, выживают. И только Рэйчел с множественными переломами позвоночника попадает в реанимацию. Врачи оказываются бессильны. Церковь, в которую по выходным ходила Рэйчел. О погибшей девочке молятся сотни прихожан. Чтобы исполнить несбывшуюся детскую мечту, они просят благотворителей вновь открыть страницу Рэйчел. Ее сердце было больше, чем этот зал. И она всегда отдавала все, что у нее было. И будет отдавать еще больше. Узнав о трагедии, Скотт Харрис, тот самый человек, лекция которого когда-то потрясла Рэйчел, вновь открыл в интернете ее страницу. Он никогда таки не встретился с этой девочкой из Сиэтла, которая стояла в очереди к нему с вопросами. Очередь была слишком длинной. А мама торопилась. Теперь он каждый день наблюдал, как на странице с последним желанием Рэйчел происходили странные вещи. Деньги текли ручьем. Компания распространилась на всю церковь Рэйчел. В считанные дни было собрано более 100 тысяч долларов. Потом это распространилось на весь Сиэтл. 300-400 тысяч долларов. А потом мы вообще перестали понимать, что происходит. Десятки тысяч людей со всего мира писали на странице Рэйчел десятки тысяч трогательных писем. История развивалась стремительно. Дети из разных стран вытряхивали свои копилки и просили родителей переводить деньги на счет Рэйчел. Родители не могли не добавить свои купюры. Итого удалось собрать миллион 200 тысяч долларов. Этого хватало уже на спасение не 15 человек, а 60 тысяч. Женщина, не успевшая оправиться после потери ребенка, все чаще появлялась на экранах телевизоров, чтобы благодарить за щедрость. Зрители к тому моменту уже знали о необычной биографии Рэйчел. Как она дважды отращивала и отрезала свои косы, чтобы отдать их на парики лысым детям, болеющим раком. И как после гибели в катастрофе ее органы спасли жизнь другому человеку. Я была потрясена всеобъемлющими любовью и поддержкой. Это непередаваемая боль и счастье одновременно. Родителей Рэйчел приглашают на стадионы. И стадионы встречают их стоя продолжительными овациями. Знаете, что мы будем делать в годовщину смерти Рэйчел? Вместе с ее мамой мы будем переезжать из одной африканской деревни в другую, третью, четвертую, где уже сейчас есть вода благодаря Рэйчелу, и где она вскоре появится. На собранные миллион двести тысяч можно пробурить скважины в 253 поселках. Так одна маленькая смерть заставила большое человечество оглянуться на что-то действительно важное. Когда родители девочки проезжают мимо креста в горох, им хочется думать, что где-то там их Рэйчел сейчас улыбается. Анна Нельс, Михаил Сулейманов, Андрей Лесных, Первый канал США.